С 2008 года дата 11 марта стала официальной и значится как День работника органов наркоконтроля. А началось все 12 лет назад. Тогда был создан Госкомитет России по контролю за оборотом психотропных и наркотических веществ. Через год преобразован в федеральную службу с целью выявления организованных форм наркопреступности. Международный наркобизнес, если вникнуть, так сказать, в эту ситуацию, понять, что это такое, это действительно не пустой звук. Это огромные корпорации, это огромные деньги. И мы, конечно, наша задача в Сочи прежде всего сохранить вот все-таки ту чистоту, ту спокойствие граждан. Если одним наркотиком поставлен прочный заслон, мгновенно появляются новые вызовы и угрозы. На сегодняшний день это спайс. Не так давно сотрудниками сочинской наркополиции был раскрыт крупный интернет-магазин, который торговал опасным сильнодействующим наркотиком из Сочи, причем на всю страну. Сейчас ведется предварительное следствие, далее материалы дела будут переданы в суд. Сегодня тех, кто стоит на страже здоровья и жизни людей, лучших наркополицейских, в торжественной обстановке наградили грамотами и благодарственными письмами главы города. Люди в Сочи относятся к вашей службе очень положительно, потому что вы делаете очень важное дело. Я думаю, что вы, как никто другой, знаете, какое страшное зло представляет из себя проблема наркомании. Это зло врывается в семьи, переворачивает жизнь родителей и детей, лишает покоя, свободы, превращая молодых людей в зомби. В связи с этим в сочинских школах, колледжах и институтах проходят встречи специалистов с молодежью. Активно участвует в них и мэр курорта. Юношам и девушкам объясняют, какой вред наносит Спайс. Профилактика – одно из основных направлений работы наркополицейских. Они сегодня были награждены почетными грамотами и от депутатского корпуса Сочи, и даже от казачьего общества. А ветераны службы получили ценные подарки. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова